всем привет мы продолжаем расследование нашего дела это поцелуй смерти сейчас узнаем к чему привели исследование фотографии и жесткого диска но перед началом не забудьте подписаться ну и собственно все давайте начинать видео выйдет конечно позже по времени чем записывалась но морозы 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 коснулись всех давно таких не было морозов поэтому даже слова не подбираются сидишь лежишь и холодно пипец давайте начнем с чего-то начинается с фотографии я смог идентифицировать мужчину который ссорился сэмой на фото которая дала вам пожилая дама его имя роджер dance и он пластический хирург еще один пластический хирург надеюсь он меньше из-за страницы чем ричард вообще-то они работают вместе они владеют клиникой под названием dance и dobs прикольно как интересно так владимир что скажете если мы спросим у роджера почему он ссорился с сэмой ну пойдемте спросим не самому интересно спала на походу со всеми подряд можно по-быстрому я отправился отправил можно по-быстрому я травился едой неудачно поел суши эмма и я мы были очень близки я часто пользуюсь есть корт услугами она всегда была очень профессионально и дайте угадаю узнали что ричард тоже нанимал ее и вы взвеселись ни капельки ричард и я мы делим бизнес и мы не против разделить все остальное но вы про оба просто извращенцы серьезно ну и что тут такого они все-таки за денежки и и вызывали не просто так не встречались же что касается жесткого диска рейчел которые смогли восстановить я обнаружу на нем документы об эме двух словах эмма хотел прекратить быть девочкой по вызову на ее босс разалина держала ее в заложниках эмма знала что единственный способ освободиться передать согласки при помощи рейчел информацию о том что компания розалина занималась миликальным бизнесом розали не только использует модели модели для эскорта еще и держит их в заложниках владимир нам нужно задать ей пару вопросов вообще-то после такого за решеточку надо сажать они пару вопросов задавать вы думаете держала эму в заложниках ой да ладно она любила мать комедию постоянно врала у нее была такая простая жизнь тупой суки платили кучу денег просто за то что как она выглядела знаете что я думаю вы завидовали всему что было эмма вот почему так и ненавидели что было эмма чего не было у меня у меня все еще моя красота по вам и ничего вы не считаете что есть все еще красиво джонс вы хотели пригласить меня на ужин я знаю очень хороший суши бар ну вряд ли он ее пригласит денежек не хватит ну пойдемте дальше что теперь майор владимир вам нужно поторопиться и оперативно найти убийцу эмма а если у вас слишком много работы попросите помощи аромируса владимир какое простое задание вы должны дать этому клоуну что ничто что мы не любим делать точно давайте попросим аромируса узнать кто из подозреваемых пользуется бальзам для губ спасибо за совет шеф а те времена есть есть еще один подозреваемый который надо допросить и одно место преступления которое нужно обыскать с чего начнем ну не знаю что по списку первым будет стою начнем ну давайте обыщем ох ё-моё газу на косилка вот она птица сломанный диктофон лестница серьезно а первый раз мы это не могли найти ну и это поразбросала все вообще в другом даже месте где она выпала совершенно на самом-то деле великолепная работа майор вы были правы когда решили обыскать это место этот осколок стекла выглядит так как будто он весь в крови вы не против собрать с него образец это диктофон полностью сломану но я уверен такой персонал как вы сможете починить его одно и то же в каждой серии я профессионал я тоже все это сделать починить собрать ну ладно прям быстренько мы собрали круто отлично может быть грейс может нам что-нибудь рассказать об этой крови который вы собрали с куска разбитого стекла на исследование так ооо аж 12 часов пипец просто ладно что у нас дальше идет диктофон по идее ничего сложного ну вообще ничего сложного вы только что починить диктофон эммы давайте попробуем проиграть запись я убью тебя эмма я клянусь я убью текст чертям собачьем черт возьми запись полностью накрылась эмма скорее всего выключат диктофон потому что и угрожали но кто ей угрожал голос звучит знакомо вы право владимир это голос у роджера дэнса этого недостаточно для обвинения но это можно стать его говорить ну пойдемте поговорим с ним у нас есть запись на которой вы угрожаете убить эмму хороший повод вынести вам обвинение вы так не думаете хорошо я должен кое-что объяснить я сделал пластическую операцию эмми и она прошла неудачно она была в гневе она хотела отсудите мне все что мне было когда она не сказала об этом казино не сорвался я не хотел делать эту операцию и сказалось что и просто нужно пользоваться молажа чем кремом как это делаю я но и нужно больше мне нужно было больше но я клянусь мои родине не убивал ее мою дорогую эмму но все это говорят никому нельзя верить никому этот моложит омолаживающий крем просто сказка я чувствую себя живее всех живых я даже попробую новую еду сырую рыбу я слышала что это афродизиак о мистер детектив джонс оба так хотел уменьшить тебя и сделать себе брелок на удачу как бы это было чудесно окей вы заметили что-то еще об эме когда она была здесь казино вчера вечером кто-то ругался с ней с ней столько мужчин ругался вчера ночью их тянуло на нее как мух на говно надеюсь она умерла ужасной смертью вы знаете один мужчина даже предложили руку и сердце красавчик но она отказалась и он был довольно зол по этому поводу а поскольку мы уже здесь давайте обащим казино может быть мы узнаем кто хотел жениться на эме но давайте по-быстрому миссис пикет меня до смерти пугает она вообще странная женщина тут ее сделали после некоторых слов можно некоторое объявление предъявлять жесть просто жесть интересно за что ее убили вот самое что интересно за что я вот вилку не вижу честно сказать да кость а где же вилка о а вообще практически все предметы были в одном месте ой ну и друг что-то нашел денюшки круто круто могу поспорить что это то кольцо с помощью которой наш загадочистый человек просил руки эмы знать бы кто он такой да вы просто гений конечно же на бриллиантах выгравили на серийные номера если вы сможете получить серийный номер мы сможем знать кто хотел жениться на эме серийный номер ну давайте поищем поищем хотя не понимаю зачем искать если новое кольцо все же должно быть видно эмм подошло нет тогда вот это вот ни хренаж с е е е е е серьезно нелогично вообще нелогично отличная работа давайте отследим этот серийный номер и понадеемся что мы сможем узнать кто сделал предложение эми а это еще и мы будем делать а нет не будем не будем ну и в принципе серия сегодня на это заканчивается наша ох сколько много звездочек надо еще собрать ну я думаю мы соберем не забывайте подписываться до новых встреч и в следующей серии надеюсь мы узнаем кто же убийца самое главное за что за что она была убита до новых встреч всем пока пока пока